Святой Яков был простым рыбаком, как и его брат Иоанн, когда их призвал Господь Иисус Христос к апостольскому служению. Именно им вместе с апостолом Петром Спаситель открывал свои божественные тайны при воскресении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. По сошествии Святого Духа отправился апостол Яков в земли Испании и близких к ней с проповедью Евангелия. Но потом возвратился в Иерусалим и стал открыто учить народ об Иисусе Христе, что Он есть истинный Мессия, Спаситель мира. Глубокими познаниями своими священных писаний святой Яков обличал фарисеев и книжников в жестокосердии и неверии. И не в силах противостоять слову апостольскому, иудеи за деньги наняли философа-волхва Гермогена, которому поручили вступить в диспут с апостолом и опровергнуть его доводы о Христе, как о пришедшем на землю обетованном Мессии. Гермоген сначала послал к Якову своего ученика, но обратно его не дождался, ибо филит уверовал в Господа. Да вскоре и сам Гермоген, убедившийся в силе Божьей, сжег все свои книги и стал истинным последователем Христовым. Но неверующие иудеи все не успокаивались. Они убедили царя Ирода Агриппу схватить апостола Якова и осудить его на смерть. Представший перед царем, святой апостол спокойно выслушал свой смертный приговор, а после также вдохновенно стал проповедовать о Христе. Один из иудеев-доносчиков был так поражен мужеством Якова, что с готовностью уверовал в Христа Спасителя. На месте казни святого апостола этот иудей бросился к Якову, каялся в своем грехе пред ним и молил о прощении. На что святой обнял его и, поцеловав, сказал «Мир тебе и прощение». Тут же Иосия всенародно объявил себя христианином. Его, так же, как святого апостола Якова, обезглавили. Случилось это в Иерусалиме в 44 году от Рождества Христова. 13 мая. День памяти святого Якова Завидеева, апостола от 12. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok